На нашу программу и, конечно же, на то, что нужно просыпаться, бодриться, подтягиваться, растягиваться. В первую очередь, и по этому поводу у нас сегодня есть утренний гость, который нам поможет и вам поможет это сделать. Мария Марьясова, тренер по растяжке, мастер спорта, по художественной гимнастике, сегодня в наших гостях. Та-да-да-дам! Доброе утро! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Рад вас поприветствовать. Вы к нам пришли со своим карематом. Спасибо большое. И тебе, друг. Тем не менее, действительно, давайте поговорим на тему того, вообще, в принципе, как утро должно начинаться. Не только у гимнастов, но и вообще, в принципе, у людей, которые хотят встать с кровати без травм. Ну, грубо говоря, это же часто происходит от неразогретых мышц, там, может, такое травм. Да. Это как раз, как, да, в брендовой руке? Вы знаете, как кошка, она же подтягивается, когда просыпается, так же человеку. Мышцы и кости, и суставы начинают закостеневать, потому что всю ночь ты лежишь практически в одном положении. Когда просыпаешься, конечно, тоже нужно сделать такую мини-зарядку-разминку, чтобы взбодриться как раз-таки и подготовить себя к предстоящему дню. А как у вас это происходит? Вы вот что делаете в кровати? Не в кровати, рядом. У вас сразу есть подготовка, а вы раз так перекатываетесь, да? Это просто такие простые базовые упражнения, которые не требуют никакой, то есть, подготовки и вот ковров, это тоже не обязательно. Именно то, что делаешь утром, ты делаешь просто самое простое, так сказать. Не обязательно сразу это лежа выполнять, да? Нет, лежа точно не обязательно, можно стоя, можно сидя, хоть как. Можно что-то уже попробовать показать, подемонстрировать. А через какое время нужно заниматься уже растяжкой? Например, ты встал, должно же какое-то время пройти перед тем, как... Именно полноценная тренировка? Да, 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 да. Полноценная тренировка, но тут у кого как? Кому-то удобнее, если у него пик бодрости, энергии днем, то он занимается днем. Кто-то утром вообще не может заниматься, то есть, ему некомфортно просто. У них, то есть, вечером такой энергетический подъем, и... То есть, у каждого все в этом плане индивидуально. У вас как? Вечер. Вечер? Да. Ну, придется, покажите нам что-нибудь. Да, 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 засыпаешь после нагрузок очень хорошо, потому что всю энергию в это вкладываешь. А, ну это если максимально затрачиваешься? Да. А если только наполовину, то ну все, без сонницы. А зачем делать так, если наполовину, то лучше никак. Все нужно делать хорошо. Хорошо. Вот, давайте как раз с этого хорошо и начнем. Сперва, я так понимаю, можно продемонстрировать те упражнения, те движения, которые можно делать, если у вас дома нет кремата. Да, да, без проблем. Есть холодный пол. Есть холодный пол. Начинать нужно с шеи, плечи, руки. Тут, видимо, ему можно подключиться. Да, можете повторять сейчас. Не так очаровательны, как вы, но хоть что-то попробуем сделать. Правая ручка сверху. Наклоняем шею. Обхватываем. Как кошечки давай. Обхватываем, да. Поднадавливаем ладошкой вниз. Растягивается шейная мышца. Дальше меняем. Ой, как приятно стало. Боже, как я без этих движений делаю? Да, только резкие движения делать вообще противопоказные. Мне кажется, это какой-то танец на свадьбе. Ну, мы же уже давно проснулись. Две на затылок, подбородок, груди. А вот почему вы еще доводите себя сами руками? Это для чего? Надавливаю. То, чтобы протягивался позвоночник от затылка. То есть самостоятельно я это сделать не смогу без усилия? Нет, сможете, но так лучше будет просто. Вот. Далее лопатки можно свести. Не перестерствовать. Лопатки сводим, голову назад. Вот это как котики. Котики протягиваются. Можно проделать круговые движения головой. Хрустить что-то, да? Да. Ну, дальше так. Шикарно. Да. Плечи. Ой, можно мы просто на вас посмотрим? Да. Да, руки. Можно поделать всякие волны. Ага. Плюиды проскидывать. Разводы рук. Да, круги, вращательные движения как раз-таки. Ну и дальше можно уже перейти к наклонам. Ага. Это я хрущу. Это можно. Кстати, когда проходит разминка, некоторые суставчики могут вставать на место. Это нормально, абсолютно. Да, не стоит добавиться. Хорошо, когда мы сделали вот эту верхнюю растяжку. Зачем кремат? Вот как раз теперь хочется погодить. Для упражнений лежа и сидя. И о том, как тянуться, собственно говоря. С какого возраста это можно делать и до какого возраста это можно делать. Это можно делать абсолютно в любом возрасте. Неважно. Да. Да, растяжка, она абсолютно для любого возраста, для любого пола, для любой физической подготовки. Просто у каждого будет свой уровень. Отбирает уже конкретно тренер. Хорошо. Можно продемонстрировать какие-то первичные навыки, которыми стоит обладать? Что нужно в первую очередь делать для того, чтобы растяжка была нетравмоопасной? Есть базовые упражнения. Вообще, это, конечно, 15 минут минимум идет разминка. Потом, явно слышали упражнение складочка. Знаете? Покажем? Давайте покажем. Зачем? Делается она, можно стоя, наклон к ногам вниз. Обязательно прямые колени, то есть вот так нельзя делать. Да, 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 как ГНОРБГТО. Да. Ну и, конечно, сидя можно повторить. Стопы 90 градусов на себя. Вау. Колени прямые. Угу. И уже наклон непосредственно происходит. Я так не могу. Нельзя делать вот так. Горбатиться нельзя. Только прямая спина. Утром можно повредиться так, если встать. То есть прямая спина – это ограничитель того, чтобы не сделать себе хуже, правильно? Да. Ну и это, в принципе, когда держишь спину ровно, осанка, позвоночник вытягивается, выпрямляется, и вы не ходите за тулы. Что еще, помимо этого? Ну, хорошо, да, вот мы потянулись вот таким вот образом. Какие группы мышц еще можно было потянуть, если вы там непрофессиональный спортсмен, но, тем не менее, в жизни вам это будет полезно? Позвоночник. Каким образом это делаем? Много упражнений существует. Именно на растяжку позвоночника, начиная с шеи, как раз таки, как я показывала, прогибы, наклоны прогибы, то есть назад и наверх. И вот таким образом. А вот мостик, как это у нас детство заставляет делать? Мостик – это уже более не то, что… Она не направлена на оздоровление, это уже больше акробатический элемент. То есть это делается по желанию. И, ну, нельзя, конечно, просто так сразу взять и встать в мостик. А вот теперь разрешение нашей беседы, и вот чтобы это было вот таким бантиком неким, можно продемонстрировать что-то, что умеет профессиональный спортсмен, но пока не умеет? Шпагаты? Ну, например, или может быть… А можно попросить стул? Сейчас попробуем, вот такой подойдет? Да. Все, хорошо, у нас есть припасено. Мне кажется, сейчас как вандант так. У нас даже табурец здесь есть, но он не очень тиригеничный. Так, хорошо. И? Ну, шпагат с пола все умеют. Да. А так, наверное, нет. Ой, как все легко. Конечно, как это все… Как вы, гудапирчивый человек у нас сегодня в гостях. Пожалуйста, пожалуйста. Ау! Да не бойтесь, все хорошо. А болеть начинает у нас. Мария Марьясова, тренер по растяжке, мастер спорта по художественной гимнастике, сегодня была в наших гостях. Спасибо большое, что научили нас быть пластичными. Спасибо.